Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видео я хотел бы с вами поговорить о 120 FPS на Xbox Series X. Расскажу, как включить этот режим, что для этого потребуется, какие игры поддерживают, расскажу о своих ощущениях, ну а самое главное отвечу на вопрос, а стоит ли вообще гнаться за ними или нет. Но прежде чем я расскажу обо всем этом, хочу показать мой новый игровой стол. Да, я думаю, что вы уже заметили, что у меня произошли некие изменения. Данный игровой стол мне подогнала компания Газгейминг, за это ему огромное спасибо. Кстати, я как раз таки недавно хотел преобразить свой игровой уголок. Стол, кстати, пришел в разборном виде, собирается очень легко, буквально за 15 минут, поскольку все запчасти в комплекте, и для сбора вам потребуется лишь отвертка. Кстати, у стола есть регулируемые подножки для того, чтобы либо чуть поднять стол, либо поставить ровно на неровный пол. Стол очень качественный, приятный материал, и ребята еще специально сделали стол под мой любимый цвет, зелененький, ну я же иксбоксер. Ну а еще нанесли логотипчик и мой ник, прям вот вообще крутяк. Стол довольно большой, но самое главное, очень удобный за счет своего выреза под игрока, и очень клево выглядит со стороны. Признаться, я на нем прям себя батьком чувствую. Вы от Sony? Нет, я не пиарю PlayStation, я пиарю только Xbox, да, простите. Вот так, в принципе, стол выглядит в моем игровом уголке. И, насколько я знаю, такие столы от Газгейминг стоят во всех топовых компьютерных клубах, и, скорее всего, даже в клубах вашего города. Плюс эти же столы стоят на буткемпах топовых команд. Цены за эти столы начинаются от 9700 рублей, что довольно-таки приемлемо. Также команда Газгейминг к выходу долгожданного Киберпанка сделала линейку Киберпанк 2077 Эдишн. И смотрится такой стол довольно-таки круто. Если вы вдруг хотите игровой стол, то обращайтесь к ребятам из Газгейминг. И, если что, первые 5 человек, которые закажут стол и назовут промокод MAX, получат совершенно бесплатно вот такую подставку под свой ПК. Ознакомиться с их ассортиментом столов можно на сайте, если что, ссылочку на него я оставлю в описании. Команде Газгейминг большое спасибо за предоставленный стол, довольно-таки как слон, и желаю вам успехов и процветания. Ну а мы, давайте начнем. 120 FPS для меня, как для консольщика, если честно, было в диковинку, и мне было безумно интересно, что это такое, поскольку я никогда этого не видел. Плюс в этом поколении это некий next-gen в консольном мире. Да, теоретически, в плане цифр, я понимал, что такое 120 FPS, это в 2 раза больше, чем 60. И когда я смотрел на такие показатели, я думал, что сейчас будет шок-контент, что капец, это же в 2 раза больше, это вау. Мне почему-то кажется, что так все думали. Так все это думалось до тех пор, пока я не приобрел себе новый моник на 144 Гц. Если что, на мониках ниже 120 Гц, а именно там 75, 100, не знаю, короче, меньше 120, 120 FPS на Xbox Series X вы никаким образом не увидите. Для этого вам потребуется моник 120 Гц или выше, по-другому, никак. Я ради интереса недавно взял такой моник, если что, я видео уже записывал на своем канале, если хотите, гляньте. Ну, на мой взгляд, это супер моник под мои параметры. Если что, режим 120 Гц на консоли врубается во вкладки параметров видео, сори, что не могу записать нормальный экран через карту захвата, поскольку карта у меня лишь на 60 FPS. И при подключении эти 120 Гц, ну, просто не видно. Игры, в которых есть поддержка 120 FPS, это Гиря 5, Warzone, Fortnite, Dirt 5 и, насколько я помню, Ori. Во все эти игры я поиграл в 120 FPS, если что, режим 120 FPS включается прямо в вкладке параметров видео прямо в игре. Кстати, в новой Call of Duty, а именно Cold War, тоже должна быть поддержка 120 FPS, трассировки лучей, но после недавнего обновления, почему-то вкладку выключить и включить данный режим просто убрали. Класс! Я, кстати, все еще не понимаю, за что я переплатил 10 баксов, ну, за это Next Gen издания, и не трассировка, не 120 FPS, да, она была, но потом ее просто убрали, и типа, в чем смысл? Если что, проверить, идет ваша игра 120 FPS или не идет, и поддержит ли она данный режим, можно прямо во вкладке магазина. Если поддержка 120 FPS будет в данной игре, то во вкладке магазина прямо будет написано 120 кадров в секунду. А вот теперь самое интересное, а именно об ощущениях и о той самой разнице. К сожалению, опять же, я не могу вам показать, что такое 120 FPS через видеоролик по техническим причинам, это лучше смотреть вживую, но поверьте мне на слово. Но теперь-то я уже думаю, что все будут мне доверять, потому что есть игровой стол, игровой стул, игровой браслетик, игровые наушники, игровая клавиатура, короче, все игровое, ну, короче, я эксперт. Если вдруг у вас по этому поводу будет другое мнение, то напишите его в комментариях. И рекомендую писать свое мнение по этому поводу только тем, кто реально опробовал 120 FPS на консоли Xbox Series X и кто имеет моник там 120 Гц и выше. Комментарии тех, кто где-то что-то читал, кто имеет какую-то теоретическую базу знаний, да, где-то видел, рассказывал друг, я советую не читать данные комментарии, потому что они немножко не схожи с ощущениями, которые вы получите лично. И глядя на такие показатели чисто на бумаге, это одно, а вот когда ты это видишь вживую, это совершенно другое. И сейчас я вам расскажу почему. Первый раз, когда я включил режим 120 FPS, если честно, я сначала недопонял, включил я его полностью или нет, потому что разница была не особо заметна. Да, в голове ты понимаешь, что ты играешь 120 FPS, даже счетчики есть в Fortnite, но ты этого особо не ощущаешь. Картинка становится действительно плавнее, приятнее, но не могу сказать, что те самые 120 FPS как-то приносят два раза больше удовольствия, и что те же самые 120 FPS вам помогают как-то там лучше тащить. Я вот не могу такого сказать, я на своей шкуре, ну, такого не ощутил вообще. Включая данный режим, ты к нему довольно быстро привыкаешь, так же, как и отвыкаешь. И играя при 120 FPS, там, не знаю, больше 10 минут, это становится некой обыденностью. Сейчас, может быть, для кого-то мои ощущения покажутся бредом, но это мои ощущения, и по-другому я объяснить не могу. Для меня, наверное, больше была разница именно с перехода с 30 кадров на 60, это была довольно-таки большая разница, и она реально ощущалась. Но вот разница между 60 и 120 FPS, вот лично для меня, она была не так ощутима. И когда я играл на своем Xbox Series X в 120 FPS, я с трудом мог бы сказать, что это те самые 120 FPS. То есть, скорее всего, если бы не было вкладки, там, включите-выключите режим 120 FPS, не было какого-то счетчика, я бы не смог определить на глаз, сколько FPS у меня сейчас на экране. Да, изображение плавнее, но насколько плавнее, я, наверное, никогда не смогу определить без счетчика, вот вообще никак. В этой всей разнице есть еще одно маленькое забавное ощущение, а именно ощущение с перехода со 120 FPS на 30. Когда ты играешь, к примеру, в мультиплеер гири в 120 FPS и переходишь резко в джедаев, которые идут уже в 30 FPS, то джедаи со стабильными 30 FPS тебе кажутся уже какими-то лагающими, и будто ты играешь кадров в 25. У меня реально было такое чувство, и переход со 120 на 30 FPS, он довольно-таки сильно ощущается. Когда я первый раз сделал такой переход, если честно, я думал, что у меня либо лагает Xbox, либо что-то с модиком, потому что разница была довольно-таки весомой. Опять же, чтобы привыкнуть к тем самым 30 кадрам после 120 FPS, достаточно просто в них поиграть, и все. Если же отвечать на вопрос, а стоит ли сейчас гнаться за 120 кадрами в секунду, бежать за новым Моником, бежать за новым Xbox Series X, я, наверное, отвечу нет, и сейчас я объясню почему. Игр мало, и те самые 120 FPS вряд ли принесут вам больше какого-то удовольствия от игр. Лучше играть вы от этого не станете, какого-то преимущества в онлайн баталиях вряд ли у вас будет, поскольку вы вряд ли киберкатлеты, которым как раз-таки нужно это все. Если вы простой игрок, который проходит игры лежа на диване, то эти 120 FPS вам нафиг не нужны. Если же вы играете в Fortnite и другие какие-то онлайн игры, то в принципе это просто дело выбора, хотите гонитесь за 120 FPS, хотите нет. Но лично для себя я понял, что 120 FPS мне не особо нужны, и лично я в своем случае просто переплатил 6000 за Моник, который имеет 144 Гц. Поскольку лично я не получил какого-то восторга, и 60 FPS мне хватает вот так вот. Плюс еще к тому же у меня консоль подключена к карте захвата, и она просто не дает увидеть эти 120 FPS, а каждый раз переключать с карты захвата на Моник, ну я не вижу смысла, потому что опять же мне это не приносит какого-то удовольствия. Если вдруг у вас будет какое-то другое мнение на этот счет, и вы это проверили лично, то напишите его в комментариях. Я прекрасно понимаю, что мои ощущения могут для кого-то показаться странными, неприемлемыми, но это мои ощущения, о которых в принципе я вам и рассказываю. И знаете, который раз я прихожу к выводу, что то, что говорят в рекламе, то, что написано на бумагах, и правило больше значит лучше, иногда с личным опытом не совпадает. Это немножко не то. И лично я после своего опыта пришел к выводу, что 120 кадров на консоли мне лично не нужны, и какого-то удовольствия мне это все не приносит. На этом в принципе все, вот такое вот мнение, если понравился видосик, ставь лайк, подписывайся на канал, не забывай писать свое мнение о 120 FPS, если ты конечно пробовал. И большое спасибо за просмотр, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok